Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с отопительной техникой, работающей на твердом топливе. Напомню, что не так давно мы приезжали на завод Термокрафт за ответом на извечный вопрос, как долго должен работать твердотопленный котел на одной закладке. И в момент съемки ролика на производстве я заметил исключительно интересный экземпляр, который я еще не видел в рознице. Это оказался новый полуавтоматический угольный котел шахтного типа. Новинка носит простое название D2. А вот так ли простая ее начинка, сейчас я вместе с вами и узнаю. Рассказать о конструкции я вновь попросил создателя автора котлов Термокрафт Василия Петровича. Василий Петрович, еще раз благодарю вас за приглашение. Вновь рад я вас видеть у вас на производстве. Мало кто из производителей вообще в принципе пускает людей с камерой к себе на производство. Вы же открыты и вдвойне приятно, что такая честь с вашей стороны оказана компанией Форнакс. Евгений, взаимно. Я увидел одну из очень интересных топок, когда шла ее обварка на сварочном посту на вашем производстве. Вы мне сказали, что это новинка полуавтомат, тоже угольный, шахтный, с одной очень важной фишкой. Вот как раз расскажите, чем он отличается от большинства котлов из вашего ассортимента. Он отличается подвижными колосниками. То есть здесь колосники именно продуманные и проверенные уже на испытаниях. Хотя под заказ нам эти колосники будут изготавливать также рубцовский литейный комплект. Потому что качество чебуна должно соответствовать качеству котла. На нижней дверке я увидел, что там установлен... Да, это вентилятор наддува. Котел комплектуется именно вентилятором и уже пультом управлением с функцией педрегулирования. То есть плавной регулировки оборотов в зависимости от температуры горения котла. Автоматика уже сама додумывает и сбрасывает, либо набирает обороты для того, чтобы котел работал в рабочем режиме, который ему задан на пульте. В принципе, этот котел, он, ну можно сказать, что энергозависимый, хоть и работает на твердом топливе. Не может в такой ситуации возникнуть у потребителя, когда вот электричество в доме отключили и котел встал? Котел можно докомплектовать регулятором тяги. То есть он будет также прекрасно работать в механическом управлении. В паспорте котла об этом написано. Если вы приобретаете регулятор тяги, вы можете его настроить, соответственно, и с паспортными данными. И котел будет работать также в энергонезависимом режиме. Что же вы мне ответите в этот раз на вопрос о длительности горения? Этот котел угольный, он также, я так понимаю, всеядный. Может работать на абсолютно любом угле. Что показывали тесты на ваших испытаниях? Тесты показали, что котлы работают до полутора суток. На эти параметры влияет и качество угля, и объем системы. То есть система недаром выбирается, что в районе 10-15 литров на рабочий киловатт мощности котла. Чтобы была определенная инерционность. Потому что именно система с водяным контуром на это рассчитана. То есть можно смело заявить, что сутки на даже малокалорийном угле котел отработает. Практически в каждой линейке котлов минимум 4 позиции мощностные. Здесь же самая младшая мощностная модификация на 18 киловатт. На 16. На 16 киловатт. Следом идет 20, 24, 30 и 42 киловатт. Да, все верно. Ну вот я у вас видел на производстве 42 киловаттный котел. Ну как бы я могу сказать, что я целиком мог бы поместиться в нем, в этом котле. И с вами разговаривать как из танка. Ну да, Евгений, мы уже в прошлый раз и говорили, что бункер соответствует мощности котла. Да, вот вы предусмотрели мой вопрос. Я хотел задать его снова. То есть насколько котел сбалансирован. Он не получится так, что более мощный работает более длительное время. А те котлы, которые рассчитаны все-таки на рядового потребителя. Рассчитаны на установку в частных домах небольшой квадратуры. 16 котел. Он, ну вы понимаете, где-то до 140 квадратов примерно. Ну где-то да, с учетом теплопотерь. Да, с учетом теплопотерь. Он тоже будет работать те полтора суток, которые заявлены производителем. Есть особые требования к организации дымохода? Либо же к подаче воздуха в комнату, в которой установлен котел? Нет, стандартные требования. То есть поступление кислорода, все описано в паспорте. Все сечения приточных люков, все можно найти в инструкции эксплуатации. Чистится котел так же просто, как и тот, который мы рассматривали в прошлом году? Чистится котел еще проще, чем который мы рассматривали. А можете показать? Да, конечно. То же самое. Открываем прочесную дверку на котле. Также убираем транспортировочный крепеж. А давайте мы покажем, что у нас впервые в нашем ролике появился мобильный котел. Давайте. Который мы можем вот так вот легко одним движением руки повернуть. И нашим зрителям будет видно то, чем мы здесь занимаемся. Здесь, как и в предыдущем котле, находятся вот такие транспортировочные гаечки с шайбочками, которые как раз нужны для того, чтобы вот эта вот створка защитная не провалилась во время транспортировки внутрь котла и мы ее не выуживали. Так, открутили, потеряли лишние детали. Рассказывайте. То есть убираем дополнительный отбойник пламени. Ух ты. Получаем полный доступ к теплообменникам. Здесь также жаротрубный теплообменник. Да, горизонтальный. И пластинчатый вертикальный. То есть такой теплообменник комбинированного типа. Вы сейчас открыли поворотную створку, которая как раз нужна для того, чтобы облегчить ход дымовых газов при растопке котла. А внизу мы видим как раз один из подвижных колосников. Чугунный колосник. Да? Да. А, нет, на самом деле, нет, друзья. Здесь, да, здесь очень интересная конструкция. Я думаю, вам очень интересно будет о нем узнать. В задней части котла находятся специально изготовленные для вас колосники, которые подогревают воздух, поступающий к задней стенке котла. То есть, в принципе, там, где еще находится зона активного горения и там, где нужно дожигать газы, тем самым увеличивая эффективность котла и качество горения топлива. Расскажите, как работает система подвижных колосников. Система подвижных колосников надежная, простая. У рычага встряхивателя есть два хода. Вперед-назад – это первый ход. Система подвижных колосников на себя – это полное открытие колосников в районе подогревателей воздухов, что позволяет скидывать непрогоревшие камни угля и крупный шлак. Вследствие чего котел не забивается, его не надо останавливать на прочистку. То есть, в принципе, я так понимаю, здесь, несмотря на то, что ящик зольника очень большой, у этого котла, его, в принципе, можно даже обслуживать и при работающем. Да, конечно. То есть, зольника хватает где-то на сутки работы. То есть, раз в сутки можно выносить зольник. А вот как раз вот эти подвижные колосники. Вот полностью открыты. И в задней части колосников как раз происходит сбрасывание отработавшего топлива, да, то есть остатков топлива, шлака. И вот этот вот первый ход, это как раз работа на встряхивание, чтобы нам активизировать горение, которое, может быть, там слегка в воду тихло. Это же не первый котел, на котором вы отрабатываете схему принудительного подачи воздуха в колосниковую зону. Нет, это не первый котел. Еще две модельных линейки у нас есть, это котлы Ультра с наддувом и Зевс Турбо. Но, так как этот новый котел, наверняка вы что-то особое в его идею вкладывали. Чем он принципиально отличается от тех изделий, которые вы изготавливали ранее? Принципиально это, как бы, скомбинированные горизонтальные и вертикальные теплообменники. Это подвижные колосники и удобная загрузка, которые, как бы, наши покупатели... Ну, кстати, да, то есть, смотрите, это 16-киловаттный котел. А здесь удобно, очень реализована система загрузки топлива. Есть откидная крышка, которая не позволяет просыпать топливо, даже если вы там сыпите из ведра уголь. Да, загрузочный лоток. Да, загрузочный лоток. У каждого элемента есть свое название. Он, как бы, служит для того, чтобы котел не дымил при открытии загрузочной двери. То есть, нет прямого попадания сразу кислорода в зону горения, ну, в саму шахту. Тех, кто беспокоится о том, что вот этот металлический лоток, он сгорит, в принципе, можно сказать о том, что здесь активного горения, вот в этой зоне как раз и нет. Все горение в этом котле происходит в нижней и задней части колосниковой зоны. То есть, там, где выходящие газы дымовые будут максимально близки к теплообменникам, по которым течет сам теплоноситель и по внешней стенке которых идут дымовые газы. Все правильно сказал, ничего не соврал. Все нормально. Но, несмотря на это, дверца дополнительно утеплена, как я понимаю. Это нужно для того, чтобы, опять же, котел работал максимально эффективно. То есть, каждый элемент котла, который соприкасается с внешней средой, он теплоизолирован. И верхняя крышка самого котла, она также теплоизолирована. И боковые стенки котла также теплоизолированы. Вы вновь используете тот материал, который использовали на Зевсе, либо что-то другое. Да, на всех котлах мы ставим базальтовую миновату. То есть, также толщиной 25 миллиметров. Я так понимаю, даже в режиме интенсивного горения в этом котле, ну, нет вообще какой-то вероятности того, что я вот подойду и обожгусь. Нет, это исключено абсолютно. То есть, здесь, ну, я не знаю, градусы 40-50, наверное, максимум будет температура на внешней стенке. И, собственно, риска обжечься абсолютно нет. Расскажите о схемах подключения к системе отопления этого котла. Схемы подключения также, как на котлах Зевс. То есть, правая, левая и диагональная. То есть, вы не боитесь, что при диагональном подключении в котле какие-то образовываются будут застойные зоны, и он будет где-то перегреваться? Нет, абсолютно не переживаем. Рубашка продумана. То есть, как бы, свободное хождение теплоносителя по всей поверхности котла. А вот если заговорили о рубашке, в рубашке есть какие-то направляющие, которые помогают перенаправлять потоки теплоносителя внутри котла? Да, конечно, есть. Они служат и жесткостью котла, то есть, кронштейны, и направлением потока воды, циркуляции в котле. Ну, и по традиционный вопрос задам. Из чего изготовлен этот котел? И на какое максимальное давление в системе отопления он рассчитан? Котел также изготовлен из котловой стали 4 мм. И рассчитан также на давление максимальное 3 атмосферы. Ну, то есть, как бы, здесь нельзя, здесь не нужно беспокоиться за то, что его там вздует при легком закипании системы отопления? Нет. Как эффективно использовать в системе отопления этот котел? Что нужно для того, чтобы максимально продлить срок работы на одной закладке? Чтобы еще увеличить планируемый срок работы на одной закладке, в систему можно строить теплоаккумулятор. Теплоаккумулятор рассчитывается по принципу 25 литров на 1 кВт мощности котла. То есть, если мы берем 20-й котел, то это 500 литров. Ну, понятно, что инертность системы в этом случае увеличится, но, собственно, и увеличится на несколько часов длительность работы. Да, абсолютно верно. Теплоаккумулятор может дать до 12-24 часов дополнительной работы котла на одной загрузке. Ну, вот довольно такой ощутимый срок. Есть ли возможность в этот котел установить ТЭН для поддержания температуры теплоносительно положительной? Чтобы система не размерзлась при отсутствии хозяина? Да, конечно. То есть, с любой стороны в обратке можно установить ТЭН на 2 дюйма, на 6, на 9 кВт, в зависимости от мощности котла. Василий Петрович, Ваш котел по цене процентов на 10 дешевле ближайших конкурентов. А сделан он добротно и, в принципе, все его технические характеристики сопоставимы с конкурентами. В чем хитрость? Как Вам удается это сделать? Хитрости никакой нет. Просто у нас полный цикл производства. То есть, все, что производится в нашей компании, замкнуто именно в сенах нашего завода. Все операции, которые производятся, чтобы сделать определенный котел, делаются именно здесь. У нас грамотные инженеры, грамотные конструктора, которые не только делают качественные котлы, но и правильно организуют техпроцесс. Это раскрой металла, то есть, сварка гибко, чтобы уменьшить потери на отходе. Ну что ж, спасибо большое, что пригласили нас к себе в гости. Будем рады вновь рассказать о Вашей какой-нибудь новинке. И будем рады, если Вы также прокомментируете какие-то особенности о Вашем новом изделии у нас на канале. Смотрите следующие выпуски на канале Форнакс Филм. Задавайте свои вопросы. Ну а мы с Вами прощаемся. До новых встреч. Пока.